А знаете ли вы, что незабудка в большинстве языков носит одинаковое по смыслу название? Например, в переводе с английского и немецкого это звучит как «не забывай меня». Почти каждая страна имеет свою легенду о происхождении такого названия. Одна из легенд рассказывает о том, что Бог дал имена всем растениям, кроме маленького цветка. И тот сказал «не забудь меня, это и будет твоим именем», — ответил Бог. Сейчас вы видите работы Ольги Салиховой. В ее коллекции различные женские ювелирные украшения из пластика и полимерной глины. Подвески, серьги, браслеты, заколки, бусы, перстни. Одна из любимых Ольгой цветочная тема. Согласитесь, что изделие смотрится очень оригинально и нарядно. Ведь полимерная глина позволяет воспроизводить тонкие детали, эффектно имитировать различные материалы и текстуры. Изделия из нее получаются яркими, креативными и всегда в моде. Для того, чтобы сохранить летнее настроение, легче всего использовать цветы. Особенно цветочные украшения. Например, украшения с сиренью и розами. Или украшения с белой сиренью. Или вот с такими лилиями. Но сегодня мы будем делать украшения с самыми летними и нежными женскими цветами. С нежными-нежными незабудками. Для работы нам потребуется запекаемая пластика голубого и желтого цвета, рабочая поверхность, зубочистки, фурнитура. Начнем мы с того, что оденем перчатки, для того, чтобы не оставлять отпечатки на пластике. Сначала мы берем пластику голубого цвета и делаем из нее небольшую колбаску миллиметров 5 в диаметре. Раскатываем, чтобы она согрелась в руках, стала пластичной. Теперь готовый червячка будем резать. Нарезаем его на небольшие кусочки миллиметров 5-7. Каждый этот кусочек потом превратится в незабудку. Вот так. Я думаю, где-то 10 штучек-12 нам будет достаточно. Теперь основной процесс мы делаем цветочек. Берем один кусочек пластики, втыкаем зубочистку. И начинаем делать лепестки для нашего цветка. А именно начинаем делать надрезы, но не очень глубокие. Так, чтобы у нас получались лепесточки. Поскольку у нас в незабудке 5 лепестков, то и мы с вами сделаем у цветочка именно 5 лепестков. Вот так. Теперь начинаем раскатывать наши лепесточки зубочисткой. Они должны получиться ровненькими. Можно подправлять их руками, чтобы была нужная форма. И так каждый лепесток. Слегка надавливая зубочисткой, мы раскатываем лепесток и получаем нужную форму. Отправляем его ждать остальные цветочки до запекания. Закончив первый цветок, мы откладываем его в сторону, для того, чтобы сделать еще примерно 10 точно таких же цветочков. И собрать букетик для колечка. Итак, цветочки у нас готовы. У нас получилось 13 штук. Далее для сборки колечка нам понадобится основа для кольца с площадкой. Мы делаем на колечке основу, к которой будут крепиться наши цветочки. Для этого мы берем кусочек пластики и прилепляем его к площадочке. Очень плотненько. Делаем ровную поверхность, основу, на которой будут расти наши незабудки. Вот, в общем-то, примерно так это и будет выглядеть. Итак, у нас готова основа, готовы наши незабудки. Начинаем их сажать на колечко. Можно брать их прямо зубочисткой и располагать, тараться по кругу основы. Можно пользоваться зубочисткой, можно пользоваться шпажкой, можно пользоваться любыми стеками. И так потихоньку все-все цветочки мы располагаем. Можем делать круглую форму, можем овальную. Вот теперь колечко у нас собрано, все цветочки посажены. И остается сделать для них только желтенькие тычинки. Для этого мы возьмем кусочек желтой пластики и скатаем из него еще одного червячка. Все. Теперь мы нарезаем маленькие кусочки, из которых мы потом сделаем шарики и тычинки для наших незабудок. Сколько цветочков, столько и тычинок. Теперь мы берем наши незабудки и каждую тычиночку скатываем в маленький шарик и помещаем ее в самую серединку цветка. Прижимаем зубочисткой. У нас получаются желтенькие тычинки. И так в каждый, в каждый цветочек. Теперь наше колечко закончено. Остается поместить его в духовку на 10-20 минут при температуре 130 градусов. Итак, наше колечко испеклось. Незабудки стали твердые. Могут спокойно садиться на вашу ручку. И в комплект к этому колечку мы можем в той же самой технике изготовить маленькие сережки. Вот такие гвоздики. И теперь, когда вы будете одевать эти украшения, пусть у вас всегда будет теплое летнее настроение.